Поход за высокими баллами. Два десятка юношей и девушек из Пензы и районов области, которые решили проверить себя в знании самого распространенного на планете языка, собрались в аудитории 55-го городского лицея. Чтобы напомнить им правила поведения на Олимпиаде, организаторы традиционно проводят инструктаж. Я сейчас назову пары, назову вас пофамильно, потом вы опять заполните вот эти вот титульные листы, я их зашифрую, и вы уже будете членам жюри говорить только свой шифр. Все эти меры нужны для того, чтобы ничто и никто не смог повлиять на окончательный результат. Ради всё той же объективности школьники будут сдавать устную часть по очереди парами. После 15-минутной подготовки они должны озвучить придуманный по заданной теме монолог и ответить на вопросы. Учитывается не только грамотность речи, но и качество произношения. В целом английский нужен в жизни, мне кажется, всем, потому что это такой язык мира. То есть, допустим, любая документация, любой научный секс всегда будет переведён на английский язык, всегда можно будет его прочитать, ну хотя бы на английском понятии. Как показывает практика, участники заключительного этапа не обязательно поступают на ИНИАС. Здесь у нас будущие абитуриенты экономических специальностей, факультетов, будущие юристы, будущие международники. То есть, это те ребята, которые занимаются серьёзно английским языком, и в будущем они его увидят частью своей профессии. Предварительные итоги члены жюри подведут в ближайшие дни. Протоколы отправят в Москву. Именно в столице решат, кто из этих 20 представителей Сурского края достоин поучаствовать в заключительном федеральном этапе Олимпиады.